Художникам по стрит-арту, видимо, что снег, что зной, что дождик проливной. Накануне они рисовали в пасмурную погоду, в разгар теплого солнечного дня снова за работой. Из всех художественных объектов, которые должны украсить город, пока успели закончить свой лишь французы. Их мусорный кит теперь украшает здание, где разместился клуб «Мумитроль». И неспроста. Это место принадлежит организатору главного музыкального и творческого события Владивостока последних лет – фестивалю «Верокс». В этом году он, хоть и камерный, и не такой масштабный, но свой след в истории и облике города однозначно оставит. В качестве бонуса организаторы привезли в Приморскую столицу делегацию художников из разных городов и даже стран. Вот один из них, родом из Нидерландов, рисует на стене корень джиньшеня. В восторге. Увидел, что из себя представляет Россия. И я с удовольствием провожу время. Нравится еда, и Владивосток оказался интересным городом. Но меня пригласили на этот фестиваль «Верокс», пригласили меня организаторы, чтобы рисовать. Это вообще-то моя работа. Я рисую довольно много, и именно поэтому я отправился в путешествие по всему миру, побывал в самых разных странах, чему я очень рад. И в этот раз это оказалась Россия. Следом за голландцем мы встретили еще одного участника творческой команды, на этот раз из России. Да еще и нашего земляка. Оказалось, Михаил не так давно живет в Питере. Но именно в северной столице он обрел репутацию мастера граффити и даже открыл собственную творческую студию, принимающую заказы от крупных брендов. Спустя годы парню подвернулся повод вернуться в родной город. По приглашению организаторов он создает на стене гигантское изображение знаменитого пилигрима Дарсу Узала. Мне посчастливилось быть выбранным куратором, чтобы поучаствовать в этом фестивале, наряду с интернациональными художниками, чему я очень-очень рад. Последний раз был в городе шесть лет назад, многое изменилось. И очень здорово вернуться в родной край, на родные улицы. Ну а между корнем женьшеня и китом уже почти готов амурский тигр. Здесь работает команда художников из Индии. Один из них прямо во время работы немного побеседовал со съемочной группой Восьмого. Когда мы приехали во Владивосток, чтобы рисовать здесь, чтобы делать объекты стрит-арта на фестивале Верокс, организаторы попросили нас сделать изображение амурского тигра. Кроме работ в сквере городов-побратимов, экспозицию готовят и в Центре современного искусства «Заря». На этой площадке московский художник Дмитрий Аскея представит работу в поворотный момент. В центре же все работы обещают завершить уже к концу дня. Такого масштабного проекта росписи, насколько я знаю, еще не было в городе, чтобы приехала делегация художников из разных городов и оставили свой монументальный след. Такого, как мне кажется, не было, и поэтому я уверен, что это значимое событие в истории стрит-арта во Владивостоке. И уверен, что оно, как минимум, вдохновит тех, кому это очень интересно. Напомним, Верокс-экспо стартует во Владивостоке 21 июня. Программа включает в себя также спортивные мероприятия, выставки, лекции, специальные гастрономические вечера и многое другое. Заключительным аккордом станет 3D-мэппинг. На здании Даллеры Пфту за вечером 23 июня. Евгений Черемухин и Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.